Привет всем чужим, с вами Кентек. Совсем недавно вышел, пожалуй, один из худших фильмов по Терминатору, а именно Терминатор Тёмные Судьбы. Фильм был да нельзя убог, просто на отвратительнейшая подделка по Терминатору, что я видел. И даже старый каст актёров в виде Арни и Линды Хэмилтон его никак не спасали. За других актёров я и вовсе молчу. Из какой помойки они их откопали? Это, блядь, кто вообще такой? И на что я, блядь, смотрю? Это мужик? Или это баба? Что это? Но в любом случае собрал я вас всех не из-за этого фильма. Собрал я вас всех из-за новой игры по Терминатору. О которой, я уверен, половина из вас вообще не в курсе. Потому что по какой-то причине игра умудрилась релизнуться даже тише, чем Quake Champions. Серьёзно, кто-то вообще играет в Quake Champions? Я наиграл максимум 2 часа. Ну ладно, это не важно. Ну так вот, причины, по которым игра не заинтересовала массовую публику, мне понятно. Ведь вы только посмотрите на неё. Она выглядит как мод для Fallout 4. Но всё ли так плохо с ней? Ну что ж, давайте узнаем. Ну во-первых, хочу задать вопрос. Знаете, что объединяет все эти трейлеры и геймплейные видео, которые разработчики выпустили в последнее время? Хреновая анимация. Хреновая анимация. Я знаю, что в своих обзорах я слишком часто придираюсь к анимации. Но для меня это всегда многое значит. Если анимация в игре говно, то и сама игра для меня будет говном. Понял, лопогок? Мути, падла, хорошую анимацию в игре. Мути, а иначе будут последствия. Господи, боже мой, вы только посмотрите на неё. Насколько же всё деревянное. И да, кстати, про анимацию лиц я и вовсе молчу. Также очень сильно раздражает вот этот вот момент. Я не знаю, как вам его описать. Просто посмотрите. Разве пистолет в руках шевелится именно так, когда вы идёте? Играли ли разработчики в другие игры? Он невероятно сильно раздражает. Он двигается, как, прости господи, член. Я дико извиняюсь за такое сравнение, но член это первое, что пришло мне на ум. Вообще, после просмотра нового Терминатора я слишком часто стал думать о членах. А во всём виноват этот долбанный Феминатор. Я вообще не могу понять, что это, блядь, передо мной. Это мужик или это баба? Кто это? Кто это? Окей, ладно. Я понимаю, что мои придирки не имеют под собой веса. В конце концов, не важно, какая в игре анимация, ведь главное это геймплей. И с геймплеем, ну, вроде бы не всё так плохо. По ходу игры нам нужно будет прятаться, искать ресурсы, перестреливаться с Терминаторами, маленькими пауками и турелями. Взламывать эти самые турели, бегать по, вроде бы как, открытому миру, общаться с другими выжившими. В целом, неплохо. Но, если честно, всё это не вселяет доверие. Это не выглядит, как целостные геймплейные элементы игры. Это всё похоже на то, как будто бы кто-то взял кучу всего, запихнул в блендер, перемешал и вуаля! Вот тебе игра, играй! Ну, буду надеяться, что мне лишь только так кажется. И во всём виноваты эти просто бездарно склеенные геймплейные нарезки на ютубе. Также хотелось бы сказать, что стрельба в игре реализована как говно. Как, собственно говоря, и стелс. Нет, серьёзно, вы только посмотрите. Вот нам показывают, что вдалеке стоит Терминатор, которого лучше не беспокоить. Вот мы отбегаем от него метров на 20. Игра пишет, что мы слишком шумные и враг нас заметил. А Терминатору пофигу. И таких идиотских моментов дофига. Игра словно катастрофически недоделанная. Ну, думаю, к релизу всё поправят. Когда там игра у нас выходит? Так, 15 ноября 2019 года. Чё? Через 6 дней, вы серьёзно? Они выпустят это всего лишь через каких-то пару дней? Да, эта игра как раз таки под стать последним фильмом по Терминатору. Перейдём, пожалуй, снова к визуальной составляющей. Графика. Почему она такая плохая? Что это за убогий движок? А ну, давайте-ка глянем. Чё? Это Анриэл! Четвёртый Анриэл! Серьёзно? Вот это вот? Ааа, я всё понял. Я знаю, о чём вы думаете, разрабы. Вы думаете, мы такие тупые и не узнаем движок от четвёртого Фолыча? Да-да, то самое говно Мамонта. Нет, серьёзно, вы только посмотрите, это же один в один. Как можно было на движке Анриэл Энджи 4 выдать вот такое? Это движок Фолыча и не обсуждается. Ну, по крайней мере, отдалённо тени он выдаёт даже неплохие. Зато вот само освещение ужасное. Далее хотелось бы обсудить сюжет. Позвольте я вам прочту описание игры. История игры разворачивается в постапокалиптическом 2028 году в Лос-Анджелесе и является приквелом к фильмам «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». Игрокам предлагается играть за нового персонажа Джейна Коба. Не смешно, Джейн. Я не смеюсь. Ну ладно, к сожалению, не за него. Джейкоба Риверса, солдата из сопротивления Джона Коннора против Скайнет. По неизвестной причине Джейном... Джейн, я не спрашиваю... Заткнись. Джейкобом очень интересуется Скайнет, искусственный интеллект, ведущий борьбу с остатками человечества. В игре имеется несколько концовок. Что-то знакомое вам не кажется? Сюжет прям как в «Терминаторе» да придёт спаситель. Но с другой стороны, игра не берёт в расчёт события двух последних говёных фильмов, что уже огромнейший для неё плюс. Великолепно, правда? Это как торт в помойном ведре. В общем, перейдём к выводу. Игра выглядит как говно. Но буду откровенен, этого и стоило ожидать. Вы только посмотрите на первый трейлер, который нам показали. Уже здесь можно заметить дерьмовый графон и дерьмовую анимацию, которые так сильно сочатся из экрана, что их можно на хлеб намазывать. Я даже не говорю за такие моменты, как прохождение разных текстур сквозь другие разные текстуры, которые по идее сквозь друг друга проходить не должны. Например, этот заглюченный дым. Вообще так пустой голове руку не прикладывают. Ааа, ты безжизненная кукла. Ну тогда ладно. В общем, как вы видите, все эти ошибки, что я выше перечислил, и так уже были присущи игре. И так понятно, что на релизе это будет хреново оптимизированное забагованное говно, в которое будет невозможно играть. Можете воспринимать эти слова, как моё предсказание. Как-никак до релиза осталось всего до ничего, несколько дней. Поживём, увидим. Был ли я прав? На этом, пожалуй, всё, что я хотел вам сказать. Надеюсь, моё видео вам понравилось. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!